В продажу поступил препарат от коронавируса Реплевир, эффективность которого, как я понимаю, не доказана, а стоимость является высокой. Могли бы подробнее рассказать зрителям об этом лекарстве и объяснить принципы его действия, и проводились ли какие-то клинические испытания? Насчет действия лекарств разговоры обычно пустые, потому что с очень красивым принципом действия могут быть неэффективны. Поэтому для людей имеет значение только, насколько лекарство эффективно и безопасно. Реплевир, так же, как и его два товарища, аналогичные препараты, одновременно разработанные как бы тремя разными компаниями, это такое довольно причудливое событие русского маркетинга на фоне, так скажем, международной фармацевтической индустрии. Лекарство в действительности было разработано в Соединенных Штатах, но там оно было сочтено абсолютно неперспективным, ввиду того, что оно обладает очень плохим профилем безопасности. Дело в том, что такие лекарства делаются, и это лекарство делалось для того, чтобы лечить, грубо говоря, грипп. Ну и в широком смысле простудные заболевания, как говорят в Англии, common cold, а у нас высоконаучным языком называют росты респираторной вирусной инфекции. Так вот, для лечения таких болезней нужны очень безопасные препараты. А у этого препарата есть очень неприятное действие, а именно он влияет на развитие плода в утробе матери, и это категорически блокирует использование этого препарата для лечения простудных заболеваний. Связано это с тем, что значительная часть женщин, даже если они планируют беременность, они в течение некоторого времени не знают, что они беременны. Иногда это длится неделями, иногда и месяцами. Это удивительно, что такая особенность не пришла в голову российским регуляторам, когда они заинтересовались этим лекарством. Так вот, американцы из-за того, что побочное действие в виде тератогенного действия на плод является неблагоприятным, и они не зарегистрировали этот препарат, потеряли к нему всяческий интерес, этот препарат был подхвачен в Японии. Японский регулятор, а японское агентство, контролирующее лекарства, является одним из лучших в мире. И вот они пришли к заключению, что этот препарат нельзя регистрировать для лечения коронавирусной инфекции. По времени это совпало с большой компанией наших трех производителей в России, которые начали этот препарат впаривать как свою собственную разработку. В чем заключается их собственная разработка, никто понять не может. В действительности это, конечно, химическая копия того, что существует в Японии, но они почему-то предпочитают называть своей собственной разработкой. При этом они своей разработкой называют даже схему применения, что является абсолютным нонсенсом, потому что лекарства не регистрируются с их схемой применения. Разработчики российского лекарства от коронавируса под названием Авифавир сегодня пообещали сделать его дешевле аналогов на 30%. То есть, скорее всего, препарат будет стоить в аптеках около 8 тысяч рублей. И разрешение на его амбулаторное применение ожидается в октябре. Пока же им лечат только в стационарах. В российском фоне прямых инвестиций сегодня сообщили, что эффективность этого препарата в борьбе с коронавирусом подтверждена японской корпорацией Фуджи, которая разрабатывает аналогичное собственное лекарство. А в российские регионы начали поступать с первой партии вакцины от коронавируса. Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, ну и все, сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо и китровысокий. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, массовый выпуск этого препарата, с тем, чтобы все, кто хочет, это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых. Ну вот, тем не менее, эти препараты у нас вышли на рынок. Сначала они были зарегистрированы, учитывая их плохой профиль безопасности, как препараты для лечения в стационаре, то есть по строгим контролям врача. А теперь, в сентябре месяце, они были перерегистрированы для лечения в амбулаторных условиях. То есть, грубо говоря, их, подчеркиваю, приблизительно такая ситуация, что они будут в аптеках, и всякий может туда прийти и как бы по рецепту купить. Особенность российской ситуации заключается в том, что у нас лекарства в аптеках продаются без рецепта вполне успешно, за исключением препаратов, влияющих на психику. Ну, известна озабоченность партии и правительства тем, что у нас в России много наркомании. Это действительно так. Но что касается антибиотиков, противовирусных препаратов, они продаются совершенно свободно во всех аптеках по всей нашей огромной стране. Поэтому, если бы этот препарат появился в массовом количестве в аптеках, безусловно, сотни тысяч людей, может быть, даже миллионы, несмотря на его высокую цену, стали его применять. Дело в том, что инфекция представляется убийственной, и поэтому люди готовы тратить большие деньги для того, чтобы начать ее лечение. Так что ситуация чрезвычайно плоха. Чрезвычайно плоха в этом смысле. В особенности плохой она выглядит вот почему. Есть все признаки того, что это лекарство чрезвычайно дешево в производстве. И одновременно ему заявлена очень высокая цена. Этот препарат сразу же закупается в больших количествах на государственной линии и закупается без правил конкурсной закупки. Это совершенно катастрофическая ситуация, которая говорит только о сращивании нашего фармацевтического капитала с правительством. Капитал объявляет высокую цену, а правительство за эту цену закупает огромное количество препарата. Ситуация вдвойне ужасная. Как в финансовом, этическом отношении, так и с точки зрения безопасности пациента. Почему было выбрано именно это лекарство, когда японские исследования показали, что оно неэффективно от коронавируса? Я думаю, что оно было выбрано, потому что кандидатов не так уж и много. Те кандидаты, которые были до этого, они к этому времени, к маю месяцу, уже показали свою несостоятельность совсем, что называется. И они были долгое время в испытаниях. Я думаю, что здесь речь идет о бизнес-выборе. Он не имеет никакого отношения к науке, к фармацевтике, физиологии, вирусологии. Это бизнес-выбор. Они выбрали свою цель и развернули атаку. Думаю, что эта атака трех компаний является скоординированной для того, чтобы завалить рынок дешевым в производстве, но дорогим на рынке лекарства. Очень высокая цена этого лекарства, тем более, если сопоставлять ее, эту стоимость со средними российскими зарплатами, ничем не оправдана. Но как она объясняется? Ну, это связано прежде всего с тем, что в установлении цен на фармацевтическом рынке существует только одно правило – не продешевить, не поставить низкую цену. Все фармацевтические компании стараются установить максимально высокую цену, такую, которую люди будут платить, и при этом все-таки, чтобы они покупали. У нас в России, думаю, что даже если бы с такой ценой лекарство было в аптеках, люди все равно бы его покупали, поскольку, как я уже сказал, они боятся убийственной инфекции. Но здесь ситуация просто принципиально иная. Здесь, несмотря на очень высокую цену, государство закупает это лекарство. Причем закупает в огромных количествах. В тех странах, на которые мы хотели бы, чтобы была похожа наша несчастная родина, в таких случаях государство вступает в переговоры с фармацевтической компанией и закупает большие количества лекарства по сниженной цене, которая сплошь и рядом даже не объявляется широко, поскольку эта цена является внутренней ценой договора. У нас такой практики не существует, и я почти уверен, что будет закуплено огромное количество этого препарата. Вот по этой, очевидно, для меня завышенной цене. Вы рассказали об одном серьезнейшем побочном эффекте. Есть ли у этого препарата другие побочные эффекты? Препарат мало изучен. Он в массовом обращении, собственно, и не был никогда. Его используют только по выбору врача, тогда, когда кажется, что ничего другого уже не осталось. Он используется в рамках исследований, но всего этот препарат получали в разных странах, по-моему, тысячи людей. Это крайне недостаточно для того, чтобы судить о полном профиле безопасности препарата. Поэтому, если он начнет применяться массово, то, вероятно, будут какие-то еще обнаружены побочные эффекты. Будем надеяться, что их будет немного, поскольку, кажется, Россия уже не вывернутся из-под этого. И так же, как у нас в Москве, да и не только в Москве, врачи приходили к ковидным больным и выдавали им бесплатно всякие кустышки вроде орбидола и кагоцела. Теперь они будут приходить и выдавать им за бесплатно вот эту отраву. Это будет, конечно же, бесплатно только получателю этого лекарства, но, конечно, это ляжет тяжелым временем на бюджет. Кто контролирует цены, кто делает бизнес на здоровье, остановите грабеж, Владимир Владимирович, вы же можете. Что можно сказать, кто стоит за такими явлениями? Горе-бизнесмена, конечно. Большая работа была проведена и по созданию новых современных вакцин. Мы завершили регистрацию вакцины от гриппа, четырехвалентную. Это впервые в России произведена эта вакцина. Она была создана нашими микробиологами. И сегодня мы производим эту вакцину от антигена, то есть от самого начала, с нулевого цикла до выпуска уже готовой продукции. И в сентябре мы уже сможем вакцинировать вот этой новой вакциной населения. Сегодня Ростех активно наращивается долю гражданской продукции. Она уже составляет 25%. Президент поставил задачу увеличить ее до половины к 2025 году. За прошедшие годы Ростех действительно стал флагманом, инструментом качественного развития промышленности России. Увеличение отечественного высокотехнологичного экспорта, новые цеха и целые производственные комплексы, центры подготовки кадров, конкурентная продукция, востребованная как у нас в стране, так и на мировых рынках. Все это результат вашей работы, точно выбранной стратегии развития корпорации. На долю предприятия корпорации приходится четверть от общего объема гособоронзаказа. Четверть от общего объема гособоронзаказа. Сергей Ралдугин Виолончелист и дирижер Мариинского театра. Близкий друг Владимира Путина. Казалось бы, обычный музыкант, пусть и довольно известный, но утечка офшорных данных выявила. Ралдугин владеет компанией с оборотом 2 миллиарда долларов. Большую часть из них ему фактически дарили госпредприятия и крупные компании. Если богатство предпринимателей, близких к президенту, еще можно объяснить их бизнес талантами, то успех этого тайного миллиардера стал сюрпризом, кажется, для него самого.